отношения не складывались у меня вот уже как два года мне казалось это из-за обстоятельств и проблемы в других людях но как выяснилось я и есть главная проблема я боюсь сближаться с людьми в эмоциональной близости нуждается абсолютно каждый человек но это как наша главная потребность так и главная уязвимость которой я дико боюсь ведь давая возможность кому-то узнать меня ближе я также открываю для них возможность меня отвергнуть сначала расскажу что значит эмоциональная близость конкретно для меня это слишком громко смеяться принимать свое тело не думать о том как ты выглядишь и во что ты одет говорить честно говорить о своих чувствах доверять то что я сейчас скажу кому-то покажется диким а кому-то наоборот отзовется мне было дискомфортно пойти на кофе без укладки или в спортивном костюме или что тот кто мне нравится увидит меня с грязной головой звонить самой означало навязываться признаться в симпатии проявить слабость заказать не то что я хочу в меню а цезарь понравится быть экономичной я прятала мягкие игрушки из спальни пипец существует два типа привязанности в отношениях тревожный и избегающий их обоих тянет друг другу но только тревожный больше всего боится разлуки а избегающий сближения хорошая пара да ну как это обычно бывает я всегда ржала над избегающими людьми смотрела на них и думала ой вы такие независимые очужденные поверхностные чего вы бежите чего вы боитесь пока не выяснилось что это есть я сама еще есть 3 здоровые но они редкости их крайне мало а остальные прекрасный материал для созависимых отношений манипуляций ссор ролевых игр и кстати именно это романтизируется в большинстве романов кино в частности в русской литературе кстати например анна каренина которая страдает по воронскому настолько сильно что бросается под поезд такую опасную страстную любовь можно найти в работах пушкина достоевского и в целом рискну сказать что это даже может быть нашей культурной фичей если проанализировать все самые любимые известные песни в российском шоу-бизнесе о чем они об изменах и о страданиях в любви два года назад я очень сильно наивно влюбилась в мужчину не узнав толком его как человека как я вписываюсь его картину мира и к сожалению получилось так что я всей душой искренне ему открылась а он жестко и резко меня оттолкнул так бывает эта жизнь и это нормально но на тот момент это очень сильно меня травмировала я была зависима от его внимания и соответственно готова на многое после я годами пряталась и подсознательно не давала никому узнать себя по-настоящему и стать ближе ко мне поэтому создавала поверхностные связи так ножкой аккуратненько но не лезь туда понимаете чтобы так не происходило оказалось важно лучше узнать и принять себя потому что если тебе нормально самим собой отказ другого человека не принесет тебе такой дикой боли я вот например бываю навязчиво я плохо глажу одежду мне нужно много внимания я бываю разная и когда мне комфортно с собой все вопрос решается выбирай себя свои эмоции доверия себе и свою интуицию а еще уважай и лилей свое личное пространство место в котором ты живешь увлечение ни в коем случае не стесняйся их не позволяет давать им оценку это ты и очень важно быть с этим в гармонии я могу часами и с фотоальбомами всякими наклеечками скраббуками коллекционирую резиновых уток рисую акварелью и если кого-то это смущает это их проблема следующий шаг возможно тебе захочется монетизировать свое увлечение и мы вместе со спонсором этого видео онлайн школы дизайна контент можем тебе помочь в этот раз хочу поделиться с тобой интересные истории ученика школы сергея михалёва сначала он работал преподавателем изобразительных искусств потом решился открыть свою кофейню и недавно вернулся к своему увлечению рисованием он отлично умел рисовать хотел превратить это в заработок и пошел учиться на курс графический дизайнер от нуля до про там он освоил базовые инструменты участвовал в дизайн хакатонах а также стажировался работал в команде защищал проекты общался заказчиками и благодаря праву практике сергей создал свое портфолио что является очень важным элементом на рынке дизайна концу курса у него было аж 18 работ если вы как и сергей мечтаете заниматься творчеством и достойно зарабатывать приходите на курс профессия графический дизайнер от нуля до про где вы получите все базовые навыки и примените их на практике под присмотром опытных менторов с обратной связью и поддержкой сканируйте qr-код на экране или переходите по ссылке в описании чтобы получить скидку 45 процентов по промо-коду спилберг и курс английского для дизайнеров в подарок а мы переходим к более тонким материям тело тело все помнит и все чувствует представляете уже спустя годы порой слыша сердцебиение я передергиваюсь как сумасшедшая как будто бы мне только что приснился ночной кошмар это настоящий триггер тело запомнила данный звук как знак сближения представляющего опасность к сожалению нас не учат прислушиваться к себе и к тому что транслирует наше тело а она ведь делает это постоянно это и есть интуиция а что если в моменте обратить внимание и на то что мы чувствуем по отношению к человеку а так мы себя ощущаем его присутствии понимаете разницу да нам спокойно или мы напряжены безопасно или мы следим за каждым словом вывод созависимые отношения создают сложные эмоционально насыщенные сюжеты но хотим ли мы в этих сюжетах жить и тем более создавать семью вот что значит подрастешь поймешь то о чем я говорю в этом видео для меня достаточно лично но я сознательно делаю выбор делиться этим в сети для тех кто так же как и я несколько лет назад испытывал трудности в личной жизни когда у тебя сменяются люди но при этом остаются одни и те же сюжеты короче в какой-то момент ты совершаешь уже такое количество повторяющихся ошибок похожих одна на другую что ты понимаешь нужно что-то менять если ты хочешь нового результата изменить действие что мне помогло я не могу поверить что я говорю об этом в интернете но я за честность one night stands спросила кстати даже учат gpt как это перевести а нет у нас в русском языке такого понятия не вдаваясь в подробности этот опыт позволил мне понять и сравнить в каких ситуациях я чувствую себя в эмоциональной безопасности и как реагирует мое тело риск честного диалога с тем кто мне симпатичен избегающий человек как я очень боится говорить о своих чувствах говорить что-то честно но порой когда мы идем на этот риск на обратной стороне мы можем встретить понимание принятия может быть даже ответные чувства и прием наблюдателя этот прием позволяет отделить мои решения и действия от моих эмоций я когда меня накрывать стараюсь смотреть на себя со стороны как бы выходя из своего тела из сознания я знаю это звучит очень странно и я душнила но мне это реально помогает отделить мои эмоции от решения действий теперь та самая эмоциональная близость которой я всегда так боялась стала моим главным приоритетом и ценностью построение взаимоотношений потому что раньше я ориентировалась на внешность статус заработок что угодно только не это и конечно же отношения никогда не давали мне ощущение безопасности я очень довольна тем как я трансформировалась за последний год потому что я пришла к психологу с запросом научиться выстраивать здоровые отношения и классно то что я уже ощущаю гармонию в общении как самой собой так и с другими людьми я понимаю что в своих последних роликах я очень часто говорю именно о терапии но прошу это принять и понять потому что на данный момент это один из основных источников новых мыслей прикиньте вот прошло 25 лет с определенными настройками и сейчас я начинаю их видеть насквозь менять в себе и становлюсь практически другим человеком параллельно рассказывая об этом вам и делясь процессом вот поделитесь со мной в комментариях вы избегающий или тревожный тип больше всего боитесь сближаться и потерять независимость как я или разлуки и отвержения если то о чем я рассказываю в этом видео вы сочли интересным мне будет приятно если вы поделитесь видео со своими друзьями это поддержит мое творчество и этот youtube канал ну а мы совсем скоро увидимся я тебя обнимаю пока пока друг можно кстати прикольно вот такую склейку первую для этого кадра сделать зевком